а вы пишите так приборном росте еще одна последняя ошибка но страшная невероятная она привела к тому что мы как раз-то и едим всякое чужое отравленное это плоды почему читаем приборном росте молодого пяти восьмилетнего абрикоса нижней ветки играет роль тормоза этого без а вот же вы объясняете зачем штамп то нужно тормоз оттягивающий часть питательных веществ вилокушка при этом не будет так интенсивно расти во первых я вам так скажу и не надо спрашивать и будет россии не расти будет угнетаться подмерзать пойдет шире это уже не от нас зависит вы решили так а помогу к я дереву которое не просит у вас платы чуть позже помогу к я дереву которое вас помощи не просят а и вообще вы ему даром не нужны понимаете у нее есть инстинкт у нее генетическая это самое варианты так называемые помните ой повторяться не буду и так нижняя скелетная ветка играет роль тормоза запомните раз навсегда возможно если вы еще книгу напишите пусть будет вы будете первое потому что вы не зашли до нас до сирых вот чтобы свиным рылом калашный ряд не дотянулись а вы с калашного ряда снизошли до нашего спинальника чем это выражается нижняя скелетные ветки самая ценная вещь потому что они первое начали они появляются и первыми зацветает начинают плодоносить второе отрезовик теряется морозостойкость уже известно деревья покрывается к это я пока повторяюсь деревья покрываются болезнетворными насекомыми которые ура его дали отрезом нижней ветки а и вы мы отдаем деревья на растерзание почему никто не видит что у меня рада нашла один раз на вишни я сам на трюк это и все на вишнях 3 нет на абрикосах у меня 3 нет на грушах 3 нет на через всех нет на персиках нет вообще нет так а когда их отрежешь если бы отрезал есть ли абрикосов если грушевая сливого если все еще есть вот и вот что получается теперь подхожу главному а ну тут понятно что дальше идут ядохимикаты понятно что дерево болеет понятно что теперь она выбросит скелетные ветки уже новое но они будут уже стремиться в небо значит и теперь они обречены они тоже прокляты виде этих самых волчков вот это все что живет когда вы не здесь скелетные ветки отрежет это сто процентов и наконец роль нижней скелетных ветков до поры до времени такой пчели 60 знает только два человека железов и курдювов вот ваш выпускники березенки ваш всех которого сказали что неправильный потому что железом стихался так вот только мы двое на всей планете впервые написали если кто-то скажет я раньше пожалуйста давайте публикацию нижней скелетные ветки кормят корни прямом смысле корни корням нужен фотосинтез который дает только листья вот те которые вот этот неграмотный ну продал ты саженец ну зачем ли ты искалечил то вот эти ветки которых нет они понимаете на них появится обычно режут когда нет листьев а теперь представим себе с листьями давайте еще я сготовился к этому разговору это видели вот это видели на количество сколько угодно они все равно вылезут пока дерево не умрет умрет тогда уже не полезно это видели это видели вот это дерево постарше его все калечили 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 вот вот здесь дерево спилили вообще она скорее всего вот я специально вот понимаете ничего зря не говорю за мной такая доказательная база что даже вазинске может хоть расскажет но это уже наоборот если я скажу что они не нужны ветки снизу тут же уже грамотный мужик не отрицаю он тоже скажет что как то конечно нужны либо наоборот сказать ну скажи я александр пожалуйста будь другом вот здесь наверное дерево погибло вот же скверик вот они кривые горбатые но еще раз вот они уже видите больные почему они больные вот еще раз вот справа почему потому что на дереве нет низческелетных веток а дерево состоит из двух половинок это это надо это не вам темирязовка вы это уже железо узнаете в обоих а темирязовка вы возьмите ручку бумажку напишите дерево состоит из двух половинок крона корни ну и то что их соединяет корневая шейка и этот штамп натуральный не не выдуманной не вами придуманы вот и когда дерево полностью погибает смотрите она вынуждена принять кустовидную форму это лучше чем просто сдохнуть вот это дерево обрезали 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 как только бросили обрезать она опять обросло вот никогда их режут на них нет листьев нет дураки режут и системе но просто неграмотные режут когда их нет и кажется зачем им это зачем им ветки вот зачем ему ветки нужно ну такой черт некрасиво вот будет красиво видите вот с этими ранами она уже больное понимаете она больно это я вижу она больно его изувечили а спасается чем ему же корни надо же кормить 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 она и так больное здесь все вычищено здесь прошлись граблями здесь скосили траву убрали ее дерево голодает но она держится с последних сил за счет того что каждый этот песочек он им богом дадим каждый листок в нижней части дерева богом дадим для того чтобы на черт и вы иначе скажите листья то нужны ведь это фотосинтез что дает фотосинтез да то что и нам мы для чего живем то вы знаете белки жир и углеводов на это чек без жиров может белков еще прожить а без углеводов без сахара без глюкозы он вообще жить не может у него желудочно кишечном тракте из этого получается спирт и вы не знали этого что можно наесть и килограмм конфеты и это то же самое что бутылку водки выпить но это я вам не говорил потому что тема друга а кто то еще вот так сделать потому что в школе не проходили и не будут проходить как образуются алкалоиды вот желудочно кишечном тракте но это другой тема но здесь то дерево нужно что здесь дерево нужно накормить корни они не просто корни корнем еще расти нужно расти расти с чего они будут расти если нет питательных веществ а питательные вещества не этот самый черви потом за ними идут грибы бактерии и это бекариза они никогда не накормят дерево не за трости если и глюкозы не по это не попить вот и вся эта самая а теперь скажете что железо эй вазинский скажи что железо ерунду и сказал вот но тогда почему вот это вот происходит на беседы мне калечить дерево мы умеем конечно нужно некрасивая когда обрастает один надо так чтобы штамп был чтобы один ходить можно было вот снова лариса андреевна ну чтобы заканчивать какой-то испорченный телефон я никогда не говорила что же русские формы но это уже наши разборки знаете что такое двусмысленность вот и наконец то что меня с ней примирила в любом случае это напишет когда я что-то говорю и пишу стараясь не обижать людей а уж тем более железо который занимается тем же делом что я все равно и лучше вот спасибо дорогого нашему антону арене сафронова из-за тебя ты мужик нудный серьезные сильно серьезные за тебя мы сейчас только об этом объясняли я считаю что то что я сейчас говорил про каметь про не про этот самый про штампы которых нет природе у привитых деревьев нет в генетике вот это боковая ветка выпрямленная нами вживленная вот и про все остальное что мы говорили это важнейшая тема важнейшая я всю эту тему украшивал фотографиями попробуйте скажите что это не так вставляете штамп от 50 до 90 сантиметров делать абрикосов всем думали когда советовали а советовали потому что не думали а переписывали друг у друга и никто не знает что в генетике есть запасной вариант кустовидная форма этот сережка до сих пор жива а кстати как она жива я выпрямил эту ветку вот эту главную и все дальше росла уже пережила страшную зиму а дальше приспособление дальше немножко как называется немножко адаптации чуть ли не ранировали вот я надеюсь вы считаете закончили я надеюсь что все это было не зря пусть я долго говорю меня уже наоборот да вы что с ума сошли кто-то мне говорят фильмы даже несколько минут наоборот пишите говорите больше кто-то хороший пример привел что войну и мир можно было на той странице начать роман и на это же кончить правильно что коротко написать вот кто кого любит и кто кем это самое то на ком женился и это самое победили этого наполеона вот так антон валяй еще вы натворили а вот у меня где а я-то искал там в этом видите я взял сфотографировал конца этого недавно прямо с экрана вот он нигде вот он 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 ну чё смотри антон ты пока второй в нашей иерархии я имею ввиду по активности и может быть тебе придется эти вебинары продолжать 200 250 а не сможешь не сможешь но тогда тебе будет вспоминать недобрым словом потому что многие уже не могут без вебинаров жить я такие письма получаю пронзительные ну что на чем мы дальше пойдем мы закончили так ошибочное суждение многих ученых как он да я рядом с ним ангел как он прошелся по этим которые не верили в этой губернации ну и мы отомстили потом мы же не вечное но и и и